Ребят, всем привет! Меня зовут Люба. Выращиваю цветы на срез и также сухоцветами увлекаюсь. Ребят, посмотрите, сегодня 19 июня 2024 года. Вот, обещала показать вот эту красоту. Как думаете, что это? Правильно, гипсофила. Смотрите, это второй год. Вот, так, вкратце расскажу. Значит, в том году я показывала, рассказывала, есть у меня ролики, как я сеяла, как она развивается в рассаде. Ну, в общем, поэтапно все, чем подкармливала, как высаживала. Вот в том году, вот, значит, единственная сеять ее рано. В развитии рассада очень-очень медленная. Вот, вот эту я посеяла гипсофилу снежные хлопья метельчатые. В том году было небольшое цветение, некоторые такие экземплярчики, как говорится, ну, на веточках. Но по-настоящему гипсофила начинает цвести вот на второй год. И так далее, дальше она будет цвести. Это многолетник. Вот сегодня я уже буду первую срезку делать девочкам-флористам. Смотрите, вот какая красота. Вот она у меня вот так в рядах сидит. Высаживала я ее групповым букетным способом. Ну, вообще, в общем, прелесть. Такая красота. Она издалека привлекает очень внимание. Я очень довольна. Мой первый раз, так как говорится, все вышло. Ну, вот, смотрите, кому интересно. Если кто вот, кому немножко надо, ну, не так как немного, например, можно ее сажать свободно, где-то так вот скомбинировать с какими-то цветами. Но единственный момент, место должно быть практически полностью, полностью должно быть на солнышке, чтобы всегда на нем было солнце. Если вот у меня там есть небольшой кусочек, она в тень попадает, и они вот так нагинаются. Но это нехорошо. Ну, тянутся к солнцу, короче. И вот у меня вот это место, все с утра до вечера практически постоянно солнышко. Ну, вот. Такие вот рекомендации, кто хочет такую красоту вырастить. Ну, на этом все. Пока-пока. Всем удачного дня.